Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня я вам покажу укладку из видео про волосы. Я относительно недавно сняла видео, рассказала о секретах своих здоровых волос, о том, как их отрасти длинными, здоровыми, сохранить длину и кончики. Если вы не смотрели это видео, то ссылка будет наверху в подсказках. А сегодня я вам покажу укладку из этого видео, потому что на нее было огромное количество запросов, потому что мне снесли в инстаграме везде, как делается эта укладка. Здесь писали, просили показать и рассказать, как я делаю, как я укладываю волосы, как получается такой объем, что вообще это такое. Собственно, сегодня я вам все покажу и расскажу, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Для укладки мы с вами сменили наше привычное место дислокации, поэтому сегодня буду снимать как раз-таки укладку на этом фоне. Надеюсь, он вам понравится. И, соответственно, я уже нанесла после мытья головы на свои кончики на длину масло от L'Oreal. Это Mythic Oil популярный. Уже рассказывала, что это мастхэмное средство. Как раз-таки видео про уход, про волосы. Мои волосы уже практически сухие, их немножко нужно подсушить феном. Соответственно, я использую немного муссу, у меня валафлекс, мгновенный объем. И распределяем по голуби. Скучаю я по своей вот такой вот длине, когда вся укладка, в принципе, легко снималась, легко делалась. И они были легенькие, все это быстро сушилось. И сейчас хрен тебе на весь макияж. Далее берем обычный свой фен и сушим волосы вниз головой. Ничего особенного. Итак, волосы я высушила. У меня уже есть немного объема на волосах. Соответственно, надо этот объем закрепить. Закрепим наш успех. Сделаем локоны. Для этого нам нужна плойка. У меня обычная плойка от Babyliss. У меня она с небольшим диаметром. И я нагреваю до температуры 160-170 на корнях, где-то 70-180 на кончиках. Сейчас у меня здесь будет греться 170. Прежде всего, волосы я прочешу по всей длине. Для этого я использую обычный тенгл тизер. Далее определяемся, где у нас будет пробор. И пробор будет как-то вот так. И далее. Вот мы определились, где примерно будет пробор. Берем прядь и перекидываем. Закрываем наш пробор. Берем следующую прядь. Желательно пряди брать потоньше. Эффект будет намного интереснее. Берем прядь и начесываем от корня. Сразу скажу, метод не самый полезный для волос. Но если вы хотите на выход сделать хороший объем. И если вы хотите, чтобы ваша укладка держалась, то это один из вполне себе выходов. Моя плойка нагрелась. Я беру прядь. И вот так вот ее от корня перпендикулярно беру. И прогреваю. Беру от корня. Желательно как можно более перпендикулярно голове. И прогреваю. Весь мой начес. Берем следующую прядь. Также начесываем. И также берем и прогреваем. Ваша задача не завить какие-то тут кудри, а просто прогреть. То есть как только голове тепленько, мы убираем. Это мера предосторожности, потому что вы понимаете, вы работаете в прикорневой зоне. Не дай бог вы что-то не то сделаете со своими волосами. Не сделайте им непоправимо больно. Далее мой совет вам, как только вы сделали одну сторону, займитесь задней частью. Потому что потом вы будете перекидывать на другую сторону, она уже остынет в таком положении. Здесь мы также захватываем желательно не самые верхние прядки. Теперь наша задача аккуратненько вернуть на место левую сторону. Готовую, собственно. Так, сюда же перекинуть все, что мы навили и завили сзади. И у нас правая сторона. Точно так же от пробора отступаем. Убираем все здесь. Что у нас должно маскировать. Итак, мы сделали все. Обе стороны. Сейчас у меня чуть-чуть подстынет. Правая часть, моя правая часть. И будем работать дальше. В принципе, вы можете начес разложить сверху, подправить и оставить сам начес, если вы не имеете ничего против начеса. Я начес не люблю, поэтому я вооружаюсь своей любимой расческой Tangle Teaser. Совет именно ее, потому что она не вытирает волосы, а именно их распутывает. Я расчесываю все, что сейчас мы сделали на голове. Аккуратненько натягиваем вот так вот волосы. На самом деле, ориентируйтесь на свои ощущения, потому что я стараюсь делать, чтобы мне было не больно. Соответственно, все это аккуратненько распутывается. На каждый день я все равно все-таки не советую так заморачиваться, потому что, ну, во-первых, это достаточно длительное все мероприятие. Во-вторых, просто элементарно. Ну, волосы жалко даже мне. Все-таки. Так, вот одна часть уже готова. В принципе, там не осталось ничего от начеса. Плюс я не люблю начес на своих волосах. Соответственно, так выглядит начес, который я уже расчесала. Как вы видите, от корней не видно, что здесь начес. И все, кто вживую меня видят, думают, что у меня бустап или что-то еще я сотворила со своей головой. Потому что нет эффекта начеса, нет вот этой пожеванности. Она вся замаскирована. И, в принципе, на вечернюю кладку вообще круто смотрится. Ну, можете и на день так, в общем-то, заморочить, если вы идете на свидание, допустим, или еще что-то. И вы можете волосы, в принципе, оставить прямыми. У меня был запрос именно на укладку с кудряшками. Там у меня были даже не кудряшки, а слегка завитые концы. Я такую кладку люблю, потому что делается безумно быстро. В принципе, вот это вот самое сложное. И чуть-чуть сейчас подобью концы. Использую свою термозащиту от Таи. У меня спрей. Здесь фиксация двоечка. Я чуть-чуть наношу на ладошки сами и прохожу волосы. Вооружаемся нашей плойкой. Берем тонкую прядь от лица. Я здесь не заморачиваюсь. Это вообще не сложно. Берем тонкую прядь и накручиваем. Ну, по факту к лицу. Да, кидайтесь тапками, еще чем-нибудь у меня я закручиваю к лицу. Держим, пока она не нагреется. И отпускаем. Прядь стараемся не трогать. Я не люблю особо вылизанные кудряшки. Я, в принципе, все это потом разберу. Поэтому и вам не советую заморачиваться над самой формой кудряшек. Просто аккуратненько берем тонкие пряди. И закручиваем к лицу. Так, все, мы накрутили обе стороны. Единственное, что я вот здесь первые несколько прядей, которые покороче, кручу от лица. Мне так больше нравится при укладке, как это все получается дальше. Абсолютно ваша фантазия. Самое главное, не расчесываем локоны. Трогаем их исключительно руками. Раскладываем так, как вам нравится, фиксируем. И все. Вот наша укладка готова. Я уже разложила волосы, как мне нравится. Мне очень нравится эта укладка, потому что она смотрится потрясающе и на второй, и на третий день. Она смотрится шикарно. При этом очень быстрая. По сути, из всего, что можно сделать на вечер, это один из самых моих быстрых вариантов. Когда времени нет, черт мне уже выходить. Я очень быстро, где-то минут за 10, завиваю сами волосы. Ну и вот здесь вот сделать объем тоже, ну порядка 10 минут. Все, 20 минут, укладка готова. Шикарная, вечерняя, красивая. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте внизу. Про все средства, про все рассказала. Лак какой использовать желательно, не жесткой фиксацией, чтобы он вам не делал жесткими волосы. Потому что я люблю все-таки такие очень подвижные, мягкие волны. И в принципе, как сказать, я завиваю просто потому, что мне кажется, завитые кончики в моем случае смотрятся лучше, чем просто прямые волосы. Вы можете на свое смотрение, я вам показала и то, как я делаю объем, я вам показала, как я делаю кончики. Соответственно, если видео для вас было полезным и интересно, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, я буду вам премного благодарна. Обязательно отмечайте меня в инстаграм, прикрепляйте фотографии, как вы делали эту кладку. Возможно, что-то вы от себя в нее будете добавлять. Тоже обязательно посмотрю. Мне будет безумно приятно, если вы за мной будете повторять, если вы воспользуетесь моими советами. Поэтому все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!